Новый взгляд на жизнь и творчество известных художников. В Ярославле стартует всероссийский проект «Искусство сохранять». Первая выставка посвящена работам Ильи Репина и его учеников. Подробности в нашем сюжете. Сплав музыки и красок. Открытие выставки Илья Репина и его ученики собрало немало посетителей. Среди них и профессиональные художники. Такие они отмечают. Картины знаменитых мастеров не новы. Но вот компоновка удивляет. Такую подборку я вижу впервые. Это очень интересно. На самом деле по-новому смотришь на творчество Репина и его учеников. Очень интересная подборка, очень правильно сделанная. Для многих Илья Репин в первую очередь мастер бытового исторического жанра. Но его талант гораздо шире. Специалисты отмечают в публике практически неизвестные картины художника на библейские сюжеты. Кроме того, в истории искусства Илья Репин останется как гениальный педагог. Бродского Исаака. Когда его из Академии художеств готовы были отчислить за революционные действия, в принципе он мог не получить законченного образования. Получил его благодаря вмешательству Репина. Выставка в Ярославле дает старт всероссийскому проекту «Искусство сохранять». Он также пройдет в 17 городах России. Художественные галереи в тесном сотрудничестве с одним из старейших банков страны по-новому откроют зрителям творчество известных живописцев. Цель проекта «Открытые музеи» очень важная. Привлечь как можно больше людей, как можно больше жителей города Реославля к искусству, к культуре. Поэтому для всех жителей, для гостей города, постижение данной выставки будет свободным. Организаторы собрали в одном месте экспонаты из шести разных музеев страны. Чтобы посмотреть их в другое время, ярославцам придется отправиться за несколько сотен километров. Выставка Илья Репина и ученики в Ярославском художественном музее будет открыта до 18 декабря. Вход свободный. Дарья Смирнова, Павел Волков, Владимир Литуновский, Сергей Мазилов. День в событиях.